Работы 23-летнего художника Ли Миндзюна сложно разглядеть невооруженным глазом, ведь его миниатюрные скульптуры вырезаны на кончике карандашного грифеля. По словам Ли Миндзюна, он ушел с основной работы, чтобы посвятить любимому занятию все свое время. Семья решения молодого человека не поддержала, однако он от задуманного не отступил. «Создание скульптур из карандашного грифеля – это осуществление моей мечты. Мне кажется, что если никто не смеется над твоей мечтой, то за ее реализацию и браться не стоит». Художник говорит, что черпает вдохновение из повседневной жизни, вырезая фигурки кошек, за которыми ему так нравится наблюдать. Ли Миндзюн добавил, что своим искусством он надеется привлечь внимание молодежи к древнему национальному искусству. «Если благодаря моим усилиям молодые люди поймут и заинтересуются мини-скульптурами, я буду чувствовать, что сделал что-то для популяризации этого искусства и чего-то достиг». Бутерброды тоже надо уметь украсить, считает японская художница и дизайнер Манами Сасаки. В ее инстаграме представлены десятки кулинарных изделий на поджаренном хлебе, приготовленных своими руками. Эти завтраки явно не относятся к тем блюдам, которые можно быстро соорудить и съесть на ходу. Дизайн некоторых из них основан на искусстве дальневосточного региона, в частности на цветных гравюрах. На других тостах угадываются шедевры мастеров 20 века. Попадают все обложки модных журналов. Но даже с простыми геометрическими узорами приходится повозиться. Девушка часами режет и тщательно раскладывает ингредиенты, чтобы добиться таких вот впечатляющих результатов. Два выпускника Политехнического университета Валенсии, Анна Дэвис и Дэнэль Руэда, создают настолько яркие и продуманные фотографии, что на первый взгляд они могут показаться сюрреалистичными. Люди на этих снимках не просто сливаются с окружающей средой или концептуальными объектами, но и в какой-то мере становятся их частью. Основной секрет фотографий – грамотная работа с реквизитом. Помимо базовой обработки изображений, авторы не используют никаких программ для редактирования фотографий. Их особый стиль характеризуется визуальным чувством юмора, креативностью, точностью и тонкой эстетикой, вдохновленной архитектурой, геометрией и минимализмом. Благодаря индивидуальному подходу каждому произведению, Анна и Дэнэль остроумно раскрывают как природу человеческих отношений, так и скромное очарование городской среды. Тысячи вариантов пазла в одном. Такое интересное решение предлагают дизайнеры компании Nervous System из города Паленвиль. Их изобретение – Lizard Infinity Puzzle. Это сложная градиентная головоломка для тех, кому по душе решение трудных задач. Пазл состоит из 216 маленьких ящериц, каждая из которых уменьшается только в одном месте. Однако, благодаря тому, что у головоломки нет четкой формы и краев, из нее можно получить множество различных фигур. Как утверждают разработчики, если объединить несколько таких комплектов, получится и вовсе бесконечная головоломка. Каждая деталь выполнена из березовой фанеры. Так что маленькие ящерки не только замысловаты, но и экологически чисты. Годовалую собаку Айку, потерявшуюся в заливе Обская губа близ села Мыскаминой на Ямале в конце мая, спасли члены экипажа ледокола Александр Санников компании «Газпромнефть». Как видно на кадрах, снятых членом команды ледокола «Пес» бегал по льдинам, ожидая спасения. Хозяйка собаки Светлана Черешнева рассказала, что питомец пропал в конце мая. В доме неплотно закрыли дверь, и собака выбежала на улицу. Женщина с мужем тщательно искали любимец, удавали объявления в социальных сетях и расспрашивали знакомых. Наконец, Черешнева узнала о том, что ее собаку заметили близ нефтяной вышки. Попросила «Газпром», чтобы как-нибудь передали нам собачку. Поехали спасатели. Они завели его сначала на корабль, собачку нашу, потом приехала подушка. Привезли ее на берег. Она увидела меня, так обрадовалась. Мы пришли с ней домой. Дома целый день отдыхала, спала, кушала плохо. Экипаж ледокола вышел на место и спустил трап, по которому животное само взобралось на борт. Изучили возможности подъема животного с ледовой поверхности. Установили парадный трап, по которому собака самостоятельно поднялась на борт. В дальнейшем при помощи мобильной связи установили связь с местным населением, узнали владельца собаки. И спустя несколько часов животное было в целости сохранности, возвращено посёлок, счастливым хозяевам, при помощи судного воздействия. В Гамбургском зоопарке Хагенбек прошла тренировка слонихи Яшода, которая готовится предсказывать результаты игр Евро-2020. В качестве импровизированной гадалки выбрали именно Яшоду, так как она является старожилым зоопарком. «Наша слониха будет предсказателем. В металлический ящик мы положим два флажка, затем Яшода опустит хобот в ящик и вытащит один из них. Это значит, что именно эта команда победит. Если вытащит сразу два флажка, что тоже возможно, то будет ничья». Однако в зоопарке свои умения продемонстрировала не только взрослая слониха, но молодые Радж и Сантош. Слонята играли в футбол, мастерски передавая мяч своим двуногим партнёрам. «Животные, конечно, рады, что люди снова здесь. Это привычная картина. Люди взаимодействуют с животными, животные счастливы. Они такие же, как и мы, любопытные и интересующиеся. Поэтому в наших зоопарках не только заботятся о животных, но и развлекают их». Чемпионат Европы по футболу 2020 начнётся 11 июня, спустя год после переноса из-за пандемии COVID-19. Матчи пройдут в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.